Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт жареные куриные голени на сковороде. Они получаются очень сочными и ароматными, а также по вкусу напоминают шашлык. Раньше куриные голени я часто жарила. Сначала их мариновала, потом жарила на сковороде, но в последнее время что-то я отошла от этого рецепта. И вот сегодня я хочу приготовить его именно так, как я готовила его раньше. Без всяких таких дополнительных соевого соуса, меда и всему подобного. Сделаю так, как я готовила в советское время. Для этого я купила специально вот такие голени. Я уже их разморозила. Посмотрите, какие они. Очень красивые, симпатичные. Вот я их и буду жарить. Лук нарежьте широкой соломкой. Голени разморозьте, вымойте. Каждую голень осмотрите. Вот в этих местах бывает желтая шкурка, какая бывает на лапках. Поэтому ее надо убрать. Сложите голени в миску. Сюда же отправьте лук. Сюда же отправьте чеснок, пропустив его через прессы или через чеснокодавилку. Осталось положить красный перец. Кладите его по вкусу. Черный перец. По вкусу посолите. Добавьте уксус. У меня 6%. Влейте немного воды. Примерно 50 грамм. И все хорошо перемешайте. Теперь эти голени нужно убрать в холодильник часов на 8. Периодически, желательно каждый час, голени нужно переворачивать, чтобы они хорошо промариновались. Теперь миску надо накрыть пищевой пленкой или крышкой и убрать в холодильник. Куриные голени мариновались у меня 10 или 12 часов. За это время я их несколько раз переворачивала. Посмотрите, сколько маринада. Они хорошо промариновались. Теперь их можно жарить. Голени выложите из маринада на тарелку, чтобы они немного обтеклись и не были такими мокрыми. Подготовленные голени выложите на сковороду с алкогреты маслом. Масло много наливать не надо. Достаточно, чтобы оно покрыло только дно сковороды. Сделайте огонь чуть ниже среднего. Затем закройте крышкой и жарьте, пока на нижней стороне не появится румяная корочка. Когда голени поджарятся с одной стороны, переверните их на другую сторону. Затем закройте крышкой и жарьте дальше. Затем голени надо перевернуть так, чтобы они стали как бы боком. Недостаточно их пожарить только с двух сторон. Поворачивайте их и на бочок, чтобы они со всех сторон прожарились. С каждой стороны жарьте голени примерно по 10-15 минут. Прошло полчаса, голени готовы. Голени можно вынимать и выкладывать на тарелку. А что делать с луком, спросите вы? Если на сковороде нет прижаренных кусочков мяса и масло не темное, выложите сюда отжатый лук и слегка его спассируйте, потому что он не поджарится, он мокрый. Такой лук отличная закуска. Его можно использовать, допустим, полить отварной картофель, будет очень вкусно. Лук приводите примерно вот до такого состояния. Он не должен стать слишком мягким. Куриные голени готовы. Они получились очень мягкими и сочными. Куриные голени можно подать с маринованным луком. Вкус этого лука не похож ни на жареный, ни на сырой. Лук очень вкусный. Я думаю, многим понравится. Надеюсь, мой рецепт вам понравится. Буду признательна за лайк, подписку на мой канал. До новых встреч!